Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и учебник «Общество знания» 11 класс за авторством Котовой, Лесковой, серия «Сферы» издательства «Просвещение». Параграф 18. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения в Российской Федерации. Вспомните, какое государство называют социальным. Это то государство, где благо общества и людей поставлено на первое место. То есть именно люди получают самое максимальное обеспечение от государства. Как правило, в социальное государство входят высокие затраты по потере трудоспособности, то есть высокие пенсии, высокие пособия по безработице, очень высокие расходы на медицину и так далее. В Европе очень много таких высоких расходов и там действительно очень высокие пособия. И это большая проблема, потому что огромное количество людей попросту не работает. Потому что на пособия можно жить куда как лучше, чем работая. Это изрядная проблема, собственно говоря. Поэтому в США и в России, в этом отношении Россия и США одинаковы, пособия по безработице, буквально они позволяют купить самую дешевую еду, ну и заплатить коммуналку. И все, собственно говоря. А дальше, ребята, извольте найти работу. Так что вот такая вот особенность. Какие права и свободы человека относят к группе социально-экономических прав? Ну, собственно говоря, никто не может запретить вам работать. То есть, ваше право на работу. Причем работу там, где вы сами хотите. Никто не может запретить вам прикладывать свой труд и свои знания туда, куда вам забугорассудится. Это одно из как раз-таки основных таких прав человека. Его свобод, то есть право на труд, право на свободное передвижение. Все это социально-экономические права. Отрасль права, регулирующая предусмотренную законодательством систему социального обеспечения и социальной защиты, называется правом социального обеспечения. Социально-гуманитарные науки. Право социального обеспечения как наука. Совокупность идей, теорий, представлений, взглядов ученых о социальном обеспечении. Предметом науки, который являются нормы, право социального обеспечения, регулирующие общественные отношения в данной сфере жизни общества, а также возникающие при этом правовые отношения. Система социальной защиты. Правовые основы социального обеспечения устанавливают уровень минимальной заработной платы трудящихся, обеспечивают поддержку материнства, семьи, детства и отцовства, граждан, достигших пенсионного возраста, инвалидов. Активно развивается большое количество социальных служб, также устанавливается уровень пенсий, пособий по инвалидности и других гарантий защиты общества. Система социальной защиты представляет собой совокупность нормативных правовых актов, мероприятий, а также организаций, обеспечивающих реализацию мер социальной защиты населения. Поддержки социально незащищенных слоев населения. Социальная защита в более узком смысле – это деятельность государственных органов по обеспечению определенного уровня доходов для тех слоев населения, которые по каким-либо причинам не имеют возможности самостоятельно обеспечить минимально приемлемый уровень жизни. Безработных, инвалидов, больных, сирот, пожилых людей, одиноких матерей и отцов, многодетных семей. Право на социальное обеспечение предполагает, что государство гарантирует предоставление достаточных средств гражданам в силу объективных обстоятельств полностью или частично, лишенных способностей или возможностей трудиться и получать доходы от труда, а также помощь семье в связи с рождением и воспитанием детей. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях установленных законом. Базовые принципы социального обеспечения в России – всеобщность и доступность, комплексность, гуманность, целенаправленность, обеспечение прав и свобод личности, многообразие форм и видов. Оно осуществляется за счет бюджета и страховых платежей в объеме не ниже социального стандарта. Виды социального обеспечения в Российской Федерации Социальное обеспечение может быть имущественным, деньги, вещи, услуги, или неимущественным, например, психологическая помощь. Помощь по системе права социального обеспечения оказывается тем категориям нуждающимся, которые имеют определенный источник средств к существованию, но этот источник был ими временно утрачен, но он должен быть восстановлен после устранения причины необеспеченности. Помощь оказывается в тех случаях, когда нуждающиеся обладают постоянным источником средств к существованию, но его размер не обеспечивает прожиточный минимум. Помощь может предоставляться и тогда, когда лицо, возможно, не утрачивает постоянный или основной источник средств к существованию, но в силу сложившихся, как правило, непредвиденных обстоятельств, оказывается в состоянии крайней нужды, например, в результате расстройства здоровья, стихийных бедствий и катастроф и т.д. К видам помощи относят пособия, компенсации, льготы, некоторые виды социальных и медицинских услуг за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования, предоставление предметов первой необходимости, одежда, обувь, продукты питания, малоимущим гражданам и семьям. Содержание по системе права социального обеспечения нацелено на то, чтобы предоставить человеку необходимые и достаточные для существования средства. Это значит, что государство обязуется направить в адрес нуждающегося, дать ему то, без чего естественное существование человека как биосоциального организма невозможно. Оно сводится к пенсиям и части социальных услуг, оказываемых стационарными учреждениями социального обслуживания населения. Отличие социально-обеспечительной помощи от содержания состоит в том, что помощь имеет Временный характер и не является основным источником средств к существованию. Схемка формы социального обеспечения. Их всего две. Денежная и натуральная. Денежные при этом разделяются на все виды и разновидности пенсий, а также все виды и разновидности пособий. Натуральная же бывает разной. Это и содержание граждан пожилого возраста и инвалидов в домах, интернатах, пансионатах для престарелых и инвалидов, санаторно-курортное лечение и иные виды медицинских услуг, предметы первой необходимости, различные компенсации, например, предоставление жилья, утраченного в связи со стихийными бедствиями, различные льготы на оплату коммуналки и т.д. Пенсионное обеспечение в Российской Федерации. Основные задачи правового регулирования в сфере социальной защиты связаны с необходимостью снижения зависимости пенсионной системы от демографических факторов. Усиление зависимости размера пенсий от реального трудового вклада гражданина в течение его трудовой жизни, повышение ответственности работника за финансирование будущей пенсии, обеспечение достойного уровня пенсии в реальном исчислении, обеспечение финансовой устойчивости пенсионной сферы. В пенсионной системе Российской Федерации существует три типа пенсий, которые следует различать по источнику их финансового обеспечения. Во-первых, что такое пенсия? Это ежемесячная денежная выплата для компенсации гражданам заработной платы или другого дохода, который они получали в период трудовой деятельности. Закон устанавливает возраст выхода на пенсию по старости. Первый тип включает в себя страховую пенсию по старости и страховую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца. Право на страховую пенсию имеют граждане РФ, зарегистрированные в системе обязательного пенсионного страхования, нетрудоспособные члены семей застрахованных лиц и в случае потери кормильца. Право на такую пенсию возникает вследствие уплаты в течение определенного периода времени страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования. Основным источником выплаты этих пенсий являются средства, формируемые за счет указанных страховых взносов. Страховая пенсия формируется в индивидуальных пенсионных коэффициентах – баллах. Пенсионные баллы начисляются за каждый год трудовой деятельности. Их количество зависит от размера официальной заработной платы. К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата в твердом размере, которая зависит от вида страховой пенсии. Размер выплаты ежегодно индексируется государством. Индексируется – это означает, что повышается в зависимости от инфляции. То есть, если инфляция 10%, то на 10% происходит индексация государством. Страховая пенсия формируется только с официальной зарплаты. Чем она выше, тем больше пенсионных баллов накапливается за год. Страховой стаж начисляется за время официального трудоустройства и социально значимых периодов жизни – уход за детьми и пожилыми родственниками, инвалидами, службы в армии по призыву. К 2025 году минимальный стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости, составит 15 лет. Минимальное количество баллов составит 30 баллов. Размер страховой пенсии по старости можно увеличить, если обратиться за ней позже возникновения права на страховую пенсию по старости. Накопительная пенсия формируется за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Размер накопительной пенсии рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты с 2019 года по 21 год. То есть с 2019 года 21 год, 252 месяца, начиная с 2019 года. Размер накопительной пенсии будет выше, если обратиться за назначением пенсии позже права на эту пенсию. Например, если обратиться за назначением пенсии на 3 года позднее, то сумма пенсионных накоплений будет длиться уже 216, а будет увеличена. Второй тип – пенсия по государственному пенсионному обеспечению. Она назначается государственными служащими, в том числе военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств, также членам их семей, социально незащищенным гражданам, которые в силу обстоятельств не приобрели права на трудовую пенсию. Формирование таких пенсий происходит за счет средств федерального бюджета. Сами понимаете, это очень небольшая пенсия. Третий тип – это негосударственная пенсия. Она будет доступна только тем, кто в рамках договоров с негосударственными пенсионными фондами самостоятельно или за счет добровольных отчислений работодателей производил дополнительные взносы в негосударственные пенсионные фонды. Ну, сразу же от себя добавлю, что вот эти негосударственные пенсионные фонды – это еще та… это очень большая лотерея. Дело в том, что подобные вот эти фонды, они пришли с Запада. И в течение 20 века после Второй мировой войны, пока экономика Запада активно росла, эти фонды были весьма и весьма прибыльны. Но с 2008 года прибыльность этих фондов сильно упала. И знаете, честно говоря, меня до ужаса просто доводит мысль о том, что человек где-нибудь в США, а там много таких случаев, которые по 40, по 50 лет честно работали на самых разных работах, и они в один день потеряли всю свою пенсию. Просто вот все, что у них было, они все потеряли. Потому что пенсионные фонды разорились, а государство в США ничего абсолютно никому не гарантирует. Честно говоря, это просто жутко такое себе представить. Вы предполагали, что вы будете зарабатывать где-то по 7-8 тысяч долларов в месяц на пенсии, а в итоге оказалось, что вы будете получать от государства 700-800, которых вам будет хватать только на то, чтобы купить себе хлеба, проживая не в своем доме, а где-нибудь в доме престарелых. И все, собственно говоря. А ведь вы абсолютно честно работали. Вот что такое частные пенсионные фонды. Так что будьте очень осторожны с ними. Вопросы и задания, но перед этим не забудьте подписаться на нашу группу ВКонтакте. Ссылка на нее есть в описании под видео. Первый вопрос. Раскройте смысл понятий Система социальной защиты, Социальное обеспечение, Право на социальное обеспечение. Система социальной защиты – это общая система По защите граждан от различных неблагоприятных обстоятельств. То есть, например, какие-то стихийные бедствия. Дом оказался разрушен по какой-то причине. Что делать людям? Вот, собственно говоря, получается та самая социальная защита. Пенсия, медицина, например. Заболели вы? Что вам делать? Помирать, что ли? Нет. Государство вам социальную защиту обеспечивает. Здесь и медицинская предоставляется помощь, Здесь и предоставляется возможная помощь. Например, финансовая, то есть та самая пенсия. То есть, вот таких вот систем их очень много. Они очень разнообразны, эти системы. И возможности по социальной защите граждан. Чем их больше, тем, разумеется, по сути, лучше. Социальное обеспечение – это часть системы социальной защиты. Социальное обеспечение может быть разнообразным. Оно может быть как материальным, так и нематериальным. Но, опять-таки, служит для помощи гражданам. Право на социальное обеспечение – вот это уже более специфично. Дело в том, что далеко не все проживающие в стране люди имеют право на социальное обеспечение. Прежде всего, такое право имеют граждане страны. А все остальные будут уже потом. То есть, например, иностранные граждане, проживающие в России, они будут иметь подобное право на социальное обеспечение в очень ограниченном объеме. То есть, например, пенсию в России эти граждане получать не будут. Им эту пенсию должно платить их собственное государство, если эта пенсия там есть. Например, в некоторых странах, вроде Таджикистана, там Грузии, там пенсии практически нету по старости. То есть, если у вас нет детей, которые будут вас кормить, то извините, а помирайте на старости. Ну или продолжайте работать до самой смерти. Такая специфика. И количество таких стран, оно увеличивается. Пенсия по старости – это весьма такая роскошная вещь на самом деле. Так что такое право будет далеко не у всех. Второй вопрос. Что представляет собой помощь по системе права социального обеспечения, а что содержание по системе социального обеспечения? Помощь от содержания отличается временностью. Помощь оказывается в случае каких-то определенных одноразовых событий. То есть, например, стихийное бедствие, заболели вы еще что-то. Вам в течение, например, месяца эта помощь оказывается. Потом вы восстанавливаете свои доходы и уже существуете сами. Соответственно, содержание – это постоянная помощь. То есть, например, пенсия по старости – это содержание, социальное содержание. Там ведь у пенсионеров большое количество льгот, например, на оплату коммунальных услуг. Опять-таки, это социальное содержание. А социальная помощь – это единоразовая, ну или кратковременные какие-то виды помощи. Назовите и охарактеризуйте формы социального обеспечения. Я уже их упоминал. Это материальные и нематериальные. К материальным они могут относиться в виде различных денег, которые могут выплачиваться. То есть, в виде денежной какой-то помощи, те самые пенсии, какие-то пособия, единоразовые выплаты. А вот к нематериальным там будет уже более специфическое относиться. Например, медицинская помощь, психологическая помощь. Они уже скорее к нематериальным будут относиться. Ну или можно разделить на денежную и натуральную. Денежная, ну само понятно, это различные пенсии, различные пособия во всех видах. А натуральная, это опять-таки сюда может относиться, например, помощь одеждой, помощь едой, какие-то различные льготы, предоставление временного или даже постоянного жилья. То есть, если, например, произошел взрыв газа в доме и дом многоквартирный, целый пролет оказался разрушен, то, извините, что делать людям? Здесь, извините, государство берет на себя предоставление этого самого жилья. Но при всем при этом, если вы еще и застрахованы, например, хотя бы в какой-то государственной страховой компании, то это также будет плюсиком к тому, чтобы побыстрее предоставили это самое жилье. Что такое пенсия? Каковы основные типы пенсии в Российской Федерации? Пенсия это постоянная денежная выплата, выплачиваемая для компенсации отсутствующего дохода по работе в данном случае. Пенсии бывают как по старости, так они могут быть, например, по потере кормильца или, например, по инвалидности. Их может быть довольно-таки много, этих самых пенсий. Как правило, мы все знаем их как по старости. К основным типам пенсий относятся это накопительная пенсия, это страховая пенсия и негосударственная пенсия. Государственная и накопительная страховая пенсии и накопительная пенсии, они, как правило, скорее под государством идут, под эгидой государства, то есть под его защитой. А вот негосударственные накопительные пенсии, это уже вы сами можете что-то дополнительно себе как-то выделять. Но учтите, эти негосударственные фонды могут и обанкротиться, это ведь частные компании. Как формируется страховая и накопительная части трудовой пенсии? Да по сути, самым банальным образом. Раньше все зависело от стажа. Сколько вы работали, то есть если вы работали 20 лет отдали на работу, вы получали одну пенсию, скажем 10 тысяч рублей. То если вы работали 15 лет, то скажем вам, вернее не 15, а 25 лет, то вам например там 12 тысяч платили. Сейчас ситуация стала более своеобразна. Сейчас стали считать не стаж, а сделали специфические баллы, которые должны накапливаться в течение определенного времени. Дело все в том, что определенная сумма, которая в год выдается в пенсионный фонд, перечисляется. Она стоит определенного количества баллов. То есть если переводить в год минимальную сумму, которая должна быть, то соответственно и будет буквально один этот самый балл. Но если переводить максимум в год, то есть например за 2023 год, я как самозанятый, должен буду минимум перевести по-моему 42 тысячи. И тот самый один балл я и получу. Но если я переведу максимум, а это более 400 тысяч, то соответственно я получу уже более 4 баллов. Да, здесь система очень своеобразная, но и тем не менее. То есть естественно, что если я буду в течение 10 лет переводить максимум каждый год, то пенсия, необходимое количество баллов для получения страховой пенсии у меня накопится гораздо быстрее. То есть вот такая вот специфика. То есть теперь можно накопить себе эту самую страховую пенсию несколько быстрее до возраста. И потом, продолжая ее копить, например, в прежнем уровне, уже получать от государства куда более существенную пенсию по старости. То есть сейчас специфика идет по баллам. И баллы зависят от того, какое количество денег, собственно говоря, вы в течение своего рабочего периода переводили этому самому государству.